Добрый вечер, это программа Дилетант, я ее ведущий Виталий Дымарский, как каждую неделю мы продолжаем вот это путешествие по стране или по территории под названием История. Сегодня нам предстоит пройти по тайными ходам, потому что у меня в гостях сегодня Сергей Владимирович Мироненко, научный руководитель государственного архива. А что есть в нашей стране и в этой стране история, что есть более тайного, чем архивы? Да, Сергей Владимирович? Ну, я хочу сказать, что это было. Начиная с августа 1991 года в России произошла так называемая архивная революция. Миллионы дел, которые имели ограничительные грифы, теперь доступны для исследователей. И не только сняты эти грифы, которые действительно, вы правы, делали историю самой секретной страницей для своего собственного народа. Задача была не дать народу знать свою собственную историю. И это делалось достаточно последовательно и, я бы даже сказал, умело. Но с августа, это архивная революция, она переменила ситуацию. С августа 1991 года? С августа 1991 года. И не только в плане рассекречивания, но и в плане доступа к информации о документах. В Государственном архиве Российской Федерации больше 7 миллионов дел. Документов умножьте на 100, на 150. Это астрономические суммы. Как найти в таком безбрежном море тот документ, который нужен именно вам? И здесь нужны информационно-поисковые системы и компьютерные технологии, которые... И спасибо интернету теперь уже, спасибо компьютеру, спасибо IT. Конечно, например, все эти названия всех 7 миллионов дел, которые хранятся в Государственном архиве, теперь доступны через интернет любому. Любой может найти название любого дела, которое хранится... А вот это только название, или я могу раскрыть документ сам? А-а-а, вот тут-то мне Мироненко не разрешает. Вы понимаете, почему Мироненко не разрешает? Вам не разрешают деньги. Прежде всего деньги. Оцифровка архивных материалов – это очень дорогостоящая процедура. Ни в одном архиве мира должен вас огорчить или обрадовать. Если как человек, занимающийся журналами, я это знаю. Мы не можем ни документ, ни фотографию получить бесплатно. Это тоже неверно. Есть публичная часть, которая бесплатна. То, что сделано на бюджетные деньги, то, естественно, должно предоставляться обществу бесплатно. То, что сделано на другие деньги, там другая система. И это не только в Российской Федерации, это и в Соединённых Штатах, и в Соединённом Королевстве, где угодно. Так что развитие научно-информационной системы – это то, что делает доступной информацию, которая хранится в архивах. И российские архивы очень стремительно это развивают. Теперь насчёт оцифровки самих документов. Правительство начало выделять в рамках программы информатизации России достаточно крупные суммы, которые исчисляются десятками миллионов рублей, на оцифровку документов. Конечно, и в Государственном архиве определённая часть документов оцифрована и выставлена в общественный, общедоступный оборот. Но это исчисляется одним, двумя, тремя процентами от общего количества. Вот сейчас мы будем, благодаря этой программе, наращивать количество документов, которые будут доступны через интернет всем. Сергей Владимирович, а вот такой вопрос. Мы ещё перейдём к нашей сегодняшней основной теме. Мы её, давайте, предупредим наших зрителей о том, что мы хотим сегодня поговорить на такую, хотел сказать, животрепещущую. Но она всегда животрепещущая. Она даже не столько, может быть, историческая, сколько и этическая, наверное. Это вопрос, это когда жертва и палач, жертва и палачи, мы так назвали нашу программу, но самое страшное в этой истории, это когда жертва и палач в одном лице. И как разбираться с этими людьми. Но до этого я всё-таки хочу по поводу архивов вам вот какой вопрос задать. Смотрите, вы сказали действительно, что история была самой тайной наукой, сейчас она там раскрывается, но да, и вы говорили, что, собственно говоря, довольно умело скрывали историю от людей. Не кажется ли вам, что сегодня, ну не то чтобы скрывают, уже скрывать, конечно, трудно, но её зачем-то пересматривают. Ну, это, знаете, довольно скользкая тема сегодня. Ну да, в том и дело. Потому что это обусловлено политическими причинами. Вот когда политика вторгается в историю, это всегда кончается плохо. Вы, наверное, помните эту знаменитую формулу Михаила Николаевича Покровского, который в начале 20-х годов сказал, что история – это политика опрокинутая в прошлое. Вот это очень опасно, когда начинают прошлое подгонять под современные политические интересы. При этом некоторые люди присваивают себе право определять национальные интересы России. И говорят, вот эта вот информация, она подходит под национальные интересы. А это, естественно, а какие ещё? Конечно, сегодняшние. А другая нет. Вот это вот абсолютное безобразие. Это не должно быть. Но когда это происходит, то это ведёт к искажению истории. Ну да. Вы помните, это же, я думаю, что мы все помним, наверное, вот эту комиссию со странным названием по борьбе с фальсификациями истории. Там истории, но там очень замечательный финал вот этого названия, да, в ущерб интересам России. То есть сразу же возникает вопрос. Что есть фальсификации, которые в интересах. В пользу интересов России туда можно. Но вы помните, что как только сменился руководитель администрации, Сергей Борисович Иванов довольно быстро эту комиссию закрыл. Закрыл, да. Но это было абсолютно правильно. Это было понятно, что такая судьба её ждёт. Она не работала вообще, она не могла работать. Она была вообще конъюнктурно создана там по какой-то, по-моему, конкретной проблеме даже. Да, да. Вот. Мешает политика архивистам? Вы знаете, на самом деле архивы далеки от, собственно, политических веяний. И это не как советское время, когда спускали указания из Центрального комитета, все становились по стойке смирно и выполняли эти указания. Ну да, говорили же, что нет пакта, нет секретных протоколов. Ну вот, а сейчас в Государственном архиве Российской Федерации идёт выставка в выставочном зале федеральных архивов на Большой Пироговской, пакт Риббентропа-Молтова, где выставлены подлинный пакт и, главное, секретные протоколы. Говорили, ну, что говорить, пакт, он был опубликован, секретные протоколы. Вот. Сегодня Министерство иностранных дел предоставило эти документы, и мы можем их читать, изучать, смотреть и думать. Думать. Слушайте, не потому что я хочу там оправдать наших политиков, но я вам хочу сказать, что, видимо, искушение использовать историю в сегодняшних интересах существует везде. Другое дело, что есть ограничители, да, есть ограничители, даже не может быть не писанные, а какие-то устоявшиеся в обществе, там, этические законы и так далее. Я почему об этом сейчас вспомнил? Потому что я когда работал во Франции, я помню, я приехал, меня поразила первая история, с которой я там столкнулся, даже первый материал, который я делал, это требование поменять слова марсельезы, слова гимна, там была общественная дискуссия, но это тем слишком много крови. Понимаете? Видите. То есть, вот это искушение всегда есть, видимо. искушение есть, но есть институты, которые препятствуют реализации постоянного переписывания историй. А в странах, как бывший Советский Союз, нынешняя Россия, Украина, здесь происходят совершенно другие процессы. И мы видим, например, что, ну вот, трагедия советской деревни. Коллективизация. Коллективизация. Вообще плохо исследовала. Она исследована, слава богу. Вышли многотомные документальные публикации, трагедия советской деревни. Советская деревня глазами ВЧК УГПУ. Материалов моря. А в головы не зашло. Ну, например, наши украинские коллеги утверждают, что это был геноцид украинского народа. Ну, понимаете, ну невозможно. Это был геноцид советского народа. Это да. Но не избрано. Да, украинский. А что, русский народ меньше пострадал? А казахский народ пострадал меньше от этого? Да, ну вот это невозможно, когда политические какие-то направления, какие-то политические заставляют историков говорить не то, что есть на самом деле. Сергей Ильич, ну вам не кажется, что все-таки это объективный процесс? Я вам сейчас скажу, какой. Когда советский сервис распался на 15 независимых государств, да, то это объективно. От этого, видимо, никуда не деться. Вместо единой советской истории стали возникать 15 национальных историй. Ради бога, кто против национальной истории? Да. Но они, и они не всегда совпадают, оценки, да? Откуда посмотришь? Посмотришь ты, ну я даже, я сейчас не про Советский Советский, а посмотришь на одни и те же события из Польши или из Советского Совета. Виталий, вы встаете на очень опасный путь. В свое время, когда я учился в университете, мы читали очерки Бурса Помиловского. Не приходилось вам держать в руках? Ну, он держал, да. И там в Бурсе был такой термин – вселенская шмась. Когда нужно было какое-то событие или явление, то делали вот так вот – опа! И все! И где правы, и где виноваты? Мы посмотрим с одной стороны, посмотрим с другой. Это не так. История – наука, как бы вы ни хотели. Она наука. Эта наука имеет объективные законы. И то, что с наукой обращаются, как с продажной девкой, это к сожалению, но все-таки правда всегда пробьет дорогу. И истина всегда восторжествует. Надо ждать, надо спокойно работать в этом направлении. Вот я думаю, чего мы ждем и дождемся ли? Ну, безусловно, я оптимист. Я оптимист, и я не сомневаюсь, что история все расставит на свои места. Вот вы говорите, тема «Палачи и жиры». Да, вот и как раз хотелось бы и перейти. Пожалуйста, я могу вам привести пример. Лаврентий Павлович Берия. Ну, казалось бы, да, палач. Руки не то, что по локоть, а по предплечье, я не знаю где, в крови. И вот умирает Сталин. И оказывается… Что он главный реформатор. И это правда. И это правда. Когда Маленков, Хрущев, Булганин и потом примкнувшие к ним Молотов и Каганович стали топтать Берию, ведь они испугались не того, что он английский шпион или муссоватистский шпион, да, вот, так сказать, служил муссоватистский шпион. И как в фильме «Покаянец» рыл какой-то какой-то тоннель бомбель. Это не он рыл, это те, которых он сажал. Те, которых он сажал, да. Это были обвинения. Так вот, Берия, Молотов, выступая на июльском 1953 года, мне всегда нравятся вот эти советские выражения. Это не просто «июльский пленум», а «июльский 1953 года пленум ЦК КПСС». А он «июльский пленум» мог быть и в другой год, ну а как? Да. Вот выступают и разоблачают Берия. И Молотов, вот человек, у которого нюх на всякие оппозиции, на всякие, произносит фразу «он хотел реставрировать капитализм». И Молотов, я хочу вам сказать, вот как это ни странно, был прав, потому что Берия был прагматик. Меня самого удивляет, он засыпал Центральный комитет Коммунистической партии с записками с предложениями реформ. Ну, например. Они есть в сихствах? Конечно. Они опубликованы. Частью. Часть еще в архивах, но она доступна для исследователей. Извините, мне теперь уже личный интерес. Они в вашем архиве или в Аргаспи? Нет, они в Аргаспи. В Аргаспи. Они в Аргаспи. И на самом деле, может быть, я сейчас не могу сказать, там 1953 год, 1952 год, 19-й съезд, это в Аргаспи. 1952, 19-й съезд, последний в Аргаспи. И остальные, видимо, это в Аргане, в Российском государственном архиве новейшая история. Это же на две части партийный архив разделен. Так что предлагал Берия? Вы знаете, мерзавец выступил с инициативой не носить портреты вождей на демонстрации. И первая майская и единственная демонстрация 1953 года, когда не носили портреты вождей. Объединение Германии. Вот, вот, и тут Молотов, он, он шпион, безусловно, потому что только шпион мог предложить, чтобы в Германии не строили социализм. Чтобы Германию объединить, чтобы она была нейтральной страной. Эта идея, Миша, очень принадлежит Иосифу Исарионовичу Сталину. Он ее как-то обронил, что вообще бы нам нужно создать буфер в виде нейтральной Германии. Это уже после 1945 года? Конечно, давайте поторгуем. После образования ГДР в 1949 году уже у Сталина была мысль, что надо торговаться с Западом, чтобы Германия была нейтральной, была вставлена рядом договоров. Но нам нужно иметь буфер между враждебным нам Западом и вот какой-то страна, которая была бы вот такая. Так вот, Молотов говорит, вот он хотел реставрации капитализма. Капитализма. Глухо на пленуме прозвучало. Он отрицал колхозы. Почему Берия хотел, чтобы Германия была объединена? Потому что он как прагматик, как технат-крат понимал, что Советский Союз обескровленной войной не может нести эту жуткую ношу. Сколько стоило поддержание уровня жизни в Германии? А без этого какое строительство социализма? И это огромные траты, которые Советский Союз вливал в ГДР, Германскую демократическую республику. И так ведь, ну что говорить, Берия 4 апреля 1953 года издал приказ по объединенному министерству внутренних дел. И если вы почитаете, я вот иногда студентам, когда я преподавал советскую историю, я давал текст и спрашивал. Кто его написал? Кто-то говорил 20-й съезд, кто-то, кто более говорил 22-й, потому что там осуждаются незаконные методы ведения следствия, фальсификация следственных дел, доведение людей до бессознательного состояния, выбивание. Там есть пункт ликвидировать орудия пыток, ликвидировать... То есть, все то, что ты сам делал, да? Конечно! Вот где эта грань? Палач и человек, который понимает... Слушайте, ну, смотрите, у Берии, ну, это довольно понятно, что он палач, да? Ну, изусловно. Безусловно. Но есть ли у палача градации? Ты больший палач или меньший палач? Потому что я думаю, что все советское руководство сталинских времен так или иначе были палачи. Это безусловно, потому что была палаческая система. Конечно, не Хручев был палачем. Он не таким палачем был, как Берия, конечно, да? Но они все... Я имею в виду, что все так или иначе ставили свои подписи. Конечно, и Берия ставил, и Берия выполнял. Но вот как кто смотрел, как только спал сталинский диктат, Молотов повел себя по одному, а Берия повел себя по-другому. И почему они его расстреляли? Потому что его... Это борьба завлаживала, да? Это прозвучало на пленуме. Но это была не только борьба за власть. Ведь Берия, когда издал этот приказ, стали пересматривать дела. Стали пересматривать дела Абакубова. Арестовали Рюмина, вот этого пройдоху и совершенного мерзавца, который фальсифицировал дела. А кто Рюмина выдвигал? Рюмина выдвигал Игнатьев, которого Сталин сделал министром государственной безопасности. А кто курировал Игнатьева? Курировал Маленков. А Маленков и Игнатьев с Хрущевым потом работали? Ну, потом они спасли Хрущева. Потому что Берия требовала арестовать Игнатьева, вести по нему следствие. И, конечно, каждый из них подумал, а что будет, если он дальше будет? Теперь борьба за власть. Это был один из аргументов, что Берия, пользуясь тем, что он был министром внутренних дел, который объединился государственной безопасностью и внутренних дел, в обход партии, пытался собирать сведения. Какие? Ну, например, Берия собрал сведения о том, что в руководстве союзных республик, например, в Литве, в руководстве только три человека литовца. И он говорил, слушайте, ну, если мы... Это же неправильно. Это абсолютно неверно. А как ты собирал? Ах, ты вокруг Центрального комитета, ты, значит, воспользовался аппаратом, который у тебя был, Берия и вот этот... Извините, а вот этим, ну, МВД, КГБ, там, как оно по-разному называлось, им было бы запрещено, по-моему, да, в партийные структуры проникновения? Ну, что значит проникновение? Там была сложная интрига. Был один, значит, начальник областного управления МГБ на Украине, который поручил от министра МГБ Украины Мершика указание собрать сведения о национальном составе. И он говорит, а как же так? Почему нет указания секретаря Коммунистической партии? Почему Миями и написал, видимо, по инициативе, ну, тут трудно эту историю разматывать, письмо в Центральный комитет, что, значит, ставленники Берии, значит, вот такими путями собирают. Из-под контроля партии вышел, в данном случае Берия выходил. Но я не уверен, что Берия рвался к власти. Во-первых, он предложил Маленкова на пост председателя Совета Министров. Ему потом это поставили в вину, потому что он не посоветовался, он выскочил вперед, и посоветовался с товарищами, предложил, значит, Маленкова на пост. И хочу вам напомнить известную фразу, которую приписывают Берии, что второго грузина страна не выдержит. Неважно, был... Это приписано, я не очень верю. Вот смотрите, есть исторические анекдоты. Мы не можем точно знать, сказал ли Берия или не сказал. Но эта фраза получила широкое хождение именно после смерти Сталина. Это значит, что общество... Придумало за Берию. Придумало, не придумало, но не могло принять Берию как второго грузина, который бы стоял во главе этой великой страны. Я не уверен, что Берия рвался к власти, но он напугал всех. Он напугал скоростью, радикализмом, с которым он... Он же разрушил империю ГУЛАГа. Но мы же не можем забывать, что Берия был инициатором передачи... Несколько страниц занимает постановление Президиума ЦК КПСС о передаче разных хозяйственных направлений, например, строительство дорог, добычи редких и драгоценных металлов, строительство гидроэлектростанций. Страницы передать в соответствующий министерство. Он добился передачи системы лагерей из министерства внутренних дел, в министерство юстиции. Сергей Владимирович, вот вы мне скажите, вот я вас сейчас слушаю, есть ли такие весы на одну чашу, которой можно положить то, что вы нам рассказали, а на другую, вот, ту, те, там, сотни или тысячи литров крови, пролитых этим же человеком? Понимаете? Есть ли такие весы? Мне кажется, что это неправильно поставленный вопрос. Мы же привыкли. И как ни вам, Виталий Наумович, знать, что у нас красные и белые, мы и фашисты, черные, белые. Вот надо говорить о сложности исторического процесса. Вот если мы задумаемся, что нам важна историческая правда, нам не надо мазать всех одной черной краской. И белой тоже. Человек – сложное существо. Берия, вы понимаете, я уверен, что нельзя было, вот он за эти сто там с чем-то дней, что от смерти Сталина до его ареста, он столько сделало предложений, что поверить, что они у него возникли по ходу дела, просто невозможно. Они зрели у него. Еще в последние годы Сталина он был, безусловно, технократ. И все испугались. И все испугались. Ну, и пошли… Это покушение фактически на власть. Ну, конечно, и пошли по старому, проторенному, враг народа, английский шпион. Один только Микоян выступая, все-таки, Стас Иванович сказал, знаете, у нас пока нет никаких доказательств, что он был шпион. А Молтов прямо говорил, раз он говорил об обвинении Германии, раз он отрицал, значит, конечно, он шпион, конечно. И весь суд. Ну, о чем говорить, суд закрытый, приведение приговора в исполнение немедленно. Да? И все. Сергей Владимирович, когда мы говорим о жертвах и палачах, ну, вот у меня, во всяком случае, наверное, в первую очередь возникает вот эта вся плеяда, я бы сказал, коммунистов. Правильно. Правильно, ленинский призыв. Да, ленинский призыв, который весь в 30-ти год. Николай Иванович Бухарин, почитайте азбуку коммунизма. Если враг не сдается, после сказал Горький, его уничтожают. Это абсолютно написал в азбуке коммунизма вместе с Преображенским Николай Иванович Бухарин, который был уверен, что такое уничтожить как класс. Ведь когда мы учились, вот и я учился, и, наверное, вы учились, я никогда не задумывался, что значит уничтожить эксплуататорские классы. Ну, вроде бы казалось, отнять собственность там, да? Нет, физически уничтожить. В 20-е, начало 30-х годов появляется термин, как это, бывшие люди. Вот все, кто принадлежал к эксплуататорским классам, это бывшие люди. Это же надо было придумать такой термин, и им пользовались. Он был в газетах. Когда Академия наук в конце 29-го, начале 30-го года стали проверять и начали делать академическое дело, арестовали выдающихся отечественных историков, которых сейчас переиздают, там, Сергея Федоровича Платонова и Ижи с ним, да? То РКИ, Рабочая крестьянская инспекция, которая проверяла, вот там Академия засорена бывшими людьми. Да? Какая-нибудь там бывшая графиня, она бывший человек, она работает на какой-то должности в библиотеке Академии наук. Вычистить ее? Ну, слава богу, не расстрелять. Уволить, убрать? А паспортизация? Ну, скажите, вот я все-таки пытаюсь, как проникнуть, ну, мы этого не сделаем, проникнуть в голову этих людей, которые сами создавали эту систему, сами от нее пострадали, и при этом, страдая, и на этих всех процессах, на этих судах, они признавались в своей вине, которой не было. Это до какой степени они себя доводили им этого безумия? Это не они себя доводили. Ну, я понимаю, что там были близкие. Это их доводили. И, к сожалению, вот сейчас, я думаю, пора бы нам рассекретить архивы спецслужб. Да, и вот получить материалы о том, как фабриковались эти процессы. Причем, это же ведь фабрикация началась не в 36-м, не в 37-м. Она началась в первые годы советской власти, когда процессы правых эсеров... Первые дела? Первые дела. Первые дела декабря 1917 года. Конечно. Когда? И ведь эта идеология, все, что полезно, все, что служит делу победившей революции, все морально. И вот эта вот идея, что все морально, любой аморальный, она оправдывала любую фальсификацию. Сейчас опубликованы материалы по шахтинскому делу. Когда в годы первых пятилеток стали бесконечные аварии, да, надо было найти, кто виноват. Виноваты были буржуазные специалисты, завербованные, стали формировать вот эти вот, фальсифицировать дела специалистов. И в одном из этих дел оказалась записка Муравьева, известного юриста, не правозащитника, а защитника, который защищал двух инженеров. И вот он написал, значит, в следствии, что они подписали. Почему они подписали? Потому что им сказали. Ну, чего вы сидите, ребята, вы признаетесь, что вы вредители, и мы вас выпустим. И он был потрясен наивностью этих людей, которые поверили следователям, которые умело, значит, сфабриковали то, что они вредители, они подписали и были в полной уверенности. Он им говорил, что вы делаете, вы обвлекаете себя на смерть. Они совершенно, как пишет Муравьев, совершенно улыбались и были уверены, что сейчас их освободят. Естественно, ничего не освободили. Конечно, они все получили свое. Освободили одного Рамзина там. Почему у нас люди никак не могут понять, что это все может их тоже коснуться? Все же думают, что это только где-то в стороне пройдет. Вы понимаете, это неизбывная какая-то, свойственная человеку черта. Вот я работал в институте истории СССР, Академии наук СССР. И занимался там переизданием одного из томов «Восстание декабристов», который готовил Сергей Николаевич Чернов. Я знал, что в институте работает сотрудница, которая была очень хорошо знакома с Черновым. Я пошел к ней в гости, и она мне рассказывала, как она из Саратова, как арестовывали Любомирова, Чернового. И вдруг она говорит, что это было, когда партийных били. И я понял, что у нее-то, помимо его воли, да, вот мы, которые были ученые, интеллигенты, бывшие дворяне, но когда партийных били, за дело их били, даже у таких образованных, все понимавших людей, идея, что пусть они там наверху друг друга поубивают больше, они это заслужили, нет представления, что завтра придут за тобой, знаете, это знаменитое изречение. Ну да, немецкое. Да, да, да. Не думай, что пришли за твоим соседом, завтра придут за тобой. Это какое-то неизбывное человеческое чувство. Меня это не коснулось. Я честный, и люди же сидели в тюрьмах и думали, я-то честный, а кругом сидят враги народа, они-то враги настоящие, я один честный. Сколько таких воспоминаний о пребывании в камерах, в тюрьмах, в лагерях. И родственники до сих пор еще в этом историческом процессе остаются. Слушайте, а вы помните, недавняя относительная история, в «Новой газете», если я не ошибаюсь, там парень пишет, который узнал про своего деда или прадеда, который был палачом. Я выяснил, кто расстрелял его деда или что-то такое. А вот как вы думаете, нужна, сейчас такой появился интернетовский термин, деанонимизация. Ну, это даже не иллюстрация, хотя это часть иллюстрации может быть. Нужно публиковать имена тех людей, которые исполняли эти приказы? Ну, и которые издавались. Во-первых, что за вопрос, нужно ли или не нужно, они опубликованы и публикуются, и продолжают публиковать. Почему они сейчас закрыты? Вы же не найдете людей, которые там палачей? Почему закрыты? Почему закрыты? В ФСБ? Да ну что? Да ну что? Блохин, комендант НКВД, который расстрелял несколько тысяч человек собственноручно. Все известно, известно, где он похоронен, известно все его преступления. Ну, были более мелкие палачи. Известны все садисты-палачи, которые, их имена названы. Ну, конечно, не все, не по всей этой великой стране. 600 тысяч человек расстрелять в годы большого террора, это, знаете, надо было много людей. Да, надо было много людей по политическим статьям, да? Это данные, которые были получены путем анализа архивов КГБ и НКВД и ОГПУ. Это не единственное, я вас перебью, поскольку вокруг этих цифр очень много спекуляций. То есть вы считаете, вы считаете доказанным, что это вот самая верная цифра по расстрелам по политическим статьям, да? Примерно 600 тысяч. Больше 600 тысяч, около 600. Но, видите, статистика, статистика, вещь очень такая. Сколько было раскулачено, сколько было спецпоселенцев. Вот мы сделали семитомную историю сталинского ГУЛАГа. И один том был посвящен спецпоселенцам. Вот какое количество спецпоселенцев, их никто не учитывал. Понимаете, мы знаем, что это миллионы. А сколько из них погибло? Они тоже жертвы репрессий. Конечно, они жертвы репрессий. Но дело в том, что статистика какая-то велась, какая-то не велась. Точно установить нет. Ну и какая разница? Ну будет 690 или будет 650. Ну что вы, вы знаете, как я очень часто, там, в моих собеседниках, придерживающихся таких, скажем, консервативных взглядов, они говорят, ну что вы там все говорите, там, ну сейчас я условные цифры называю. Говорят, ну что вы говорите, что 600 тысяч, там, да? Да всего-то 200 тысяч, там. Всего. Всего. Очень хорошо, да. Вы спросите, а вы хотите, чтобы вы попали в число вот этих вот 200, да? Или всего 150 тысяч, ну что, там не о чем говорить. Понимаете, с такими людьми и полемизировать-то бессмысленно. Зачем? Зачем? Но должно быть известно, люди должны знать, если ты совершил преступление, это преступление будет оглашено. Не сейчас, так через 10 лет. Не через 10 лет, так через 50. Вы понимаете, в истории нет ничего тайного, что не стало бы явным. И это я вам говорю совершенно твердым, проверенным не раз знанием. Приведу другой совершенно пример. В феврале 40-го года Гитлер проводит совещание. И на этом совещании обсуждается, что делать с этими славянами. Ну вот ясно, что война будет, все это не до человеки. И это такое тайное совещание. Никто никогда бы не подумал в жизни, что когда-нибудь запись этого совещания, а запись этого совещания была на Нюрнбергском процессе. Вот среди трофейных материалов, которые советская армия взяла в Берлине, нашли запись этого совещания. И это был один из аргументов вот этого приговора Нюрнбергского процесса. И Нюрнберг будет. Он был, кстати, Нюрнберг был не один. Были целые судебные процессы. По судим. По судим. Мы помним этот гениальный фильм. Нюрнбергский процесс. Не только по судим. Там уже что-то, по-моему, где-то полтора десятка еще процессов было. Я никогда не забуду. Это как-то гениальная роль. Но вы понимаете, мы привыкли так вот в походе. Михаил Афанатович Булгаков. Рукописи не горят. Ну, ладно, не горят. Горят. Мы же знаем сколько. Но вот есть не сегодня, завтра. Не завтра, через год. Не через год, через 40 лет. Кто думал, что Советский Союз рухнет? И, извините меня, документы о расстреле в Катыни, документы о пакте, сколько Советский Союз категорически отрицал. Сегодня другой. Ну и что? Ну, поделили Европу. Ну, чего? И нет. Нормально. А чего же Советский Союз-то так? И как боролись на нюрнбергском процессе? Чтобы не попало. И сумели добиться огромным трудом, используя вот эту самую буквоедскую приверженность западных юристов к точному правосудию. Потому что нет оригиналов. А копии? Ну, мало ли что копии. Нет оригиналов. Значит, нельзя. Значит, исключили. А немецкие оригиналы, они не попали в руки союзников? Дело заключается в том, что немецкий оригинал, фактор Риббентроп-Молотов, погиб в годы Второй мировой войны, в годы штурма Берлина. Он погиб. Остались стеклянные пластины, на которых был переснят этот оригинал. И наши говорили, да, ну что, что это такое, пластины какие-то, какая-то копия. Нет, нет. И англо-саксонское правосудие согласилось. Ну, я думаю, что там еще помимо англо-саксонского правосудия некая такая солидарность, если хотите, союзников была, победителей, да, друг друга не хотели обижать тоже. Ну, не хотели обижать, но надо было все-таки по поводу польских, все-таки офицеров, ну что делать. Попало это в Нюрнберг, как бы и солидарность, и все, давайте мы забудем, там это было как, да? Не совсем так. Не сбрасывайте со счетов все-таки приверженность к процессуальным законам. Да, желание, конечно, было, и ссориться никто не хотел, и было единение победивших страшную угрозу всему миру наций, но закон есть закон. Ну, это мы еще тоже не до конца понимаем, почему-то, ну, почему-то, а почему, потому что вы прошли, в общем-то, через этап, я думаю, в первую очередь, ну, начиная с 17-го года, в первую очередь, это и 30-е годы особенно, это отрицание законов. Вы знаете, вот русские пословицы, поговорки, закон как дышло, куда повернешь, куда не вышло, это не рождается на пустом месте. Я вас уверяю, ни в одном другом народе такого поговорки нету. Или, работа дураков любит, работа не волк, в лес не убежит. Это формировавшееся веками сознание, которое выразилось в этих... Вот ключевое слово веками. То есть вы считаете, что это не только результат советского периода? Да нет, ну о чем вы говорите? Нет, конечно. Нет. И даже, ну, тогда сразу, знаете, в голове, что сразу Иван Грозный возникает. И не только Иван Грозный, наконец. Видите, народное сознание – вещь очень странная. Ну, например, в народном эпосе, песнях, Иван Грозный выступает защитником народных интересов и казнит бояр. Вот он за справедливость, он этим боярам головы рубит. Это же, ну, очень такая... Тоже 37-й год такой. Своеобразный. Своеобразный, да. Слушайте, я еще одну фигуру хотел затронуть, когда сейчас по 37-й год, хотя это уже чуть позже 38-й год, но у него были достижения до того. Тухачевский. Вот я думаю, что в народной памяти, в народное сознание, независимо ни от чего, он сейчас фигурирует как жертва и как человек, которого надо почитать. Ну, я не уверен, что в народном сознании вы не преувеличиваете знания нашего истории. Спросите сейчас на улице, кто такой Тухачевский. Думаете, я не знаю. Да никто вам не ответит. Из ста человек, если один назовет... Но как-то он вызывает симпатию у всех. Это он у вас вызывает симпатию. Ну, тех людей, с которыми я общаюсь. Понимаете, каждый человек многогранен, да, Тухачевский принял советскую власть, да, принял условия игры. И удушающими газами боролся с народным восстанием с Антоновщиной. А вот я был несколько лет назад в Тамбове. Там, значит, никак не могут решить поставить памятник Антонову. И всё время, значит, кто-то там какие-то надписи пишет на постаменте, и всё. Да, значит, есть такая рознь в нашем обществе. И ещё не отболели эти противостояния коммунистов и белых. И Антонов, да, который был в сознании, значит, реакционным, антисоветским восстанием. Это не народное было движение. Это были бандиты, которые не хотели справедливой советской власти. Но антоновцы тоже ведь были не ангелы. И, так сказать, вот Григорьев, например, был жуткий антисемит. Махну не был антисемитом. Вот это вот. Ну, мы же все, значит, как-то судим по фильмам и всё. Махну был интернационалист. И, значит, меня всегда удивляло, когда я ещё работал в институте истории СССР, академик Исаак Израильевич Минц, известно было, что он, значит, вёл переговоры с Махной. Выпил там стакан водки. В конце концов, опубликовали записи самого Исаака Израильевича, который говорил, да, действительно, я был и вёл переговоры. Потому что в Махну не был антисемитом. Вот если бы Григорьев, это совсем другое дело. Тогда бы я вздёрнул. Когда Махну уже на Западе жил, да? Нет. Это всё было в годы Гражданской войны. Он же потом уехал, по-моему. Он уехал, умер от туберкулёза в Париже. Но это было всё во время... А ещё во время... Конечно. Минц ещё помнил эти времена? Да нет, Минц был комиссаром, если я правильно понимаю, дивизии Червоного Казанчества. Он у меня... Тогда... Да нет, он был красным комиссаром. Он у меня не совпал со временем всем. Он прожил в 94, если я не ошибаюсь, года. И многое помнил. И когда... Значит, вот, ну, известно было, что он мог выпить коньяка довольно много. Но он написал в своих этих заметках, что это всё, неправда. Я сумел подменить стакан водки стаканом с водой, выпил стакан с водой, и тем самым служил уважение Махно. Ну да. По поводу... Тухачевского. По поводу Тухачевского. Который считает, что не без оснований Сталин... Не то чтобы там расстрелял, не без оснований Сталин боялся вот этой военной группировки военных, считая, что действительно, в том числе Тухачевский чуть ли не возглавлял, был некий военный заговор против Сталина. Или это всё ерунда, вы думаете? Значит, было недовольство у высшего, части высшего генералитета, прежде всего, Ворошиловым, Будённым, этими старыми конниками времён гражданской войны, которые ничего не понимали в современной войне, и которые препятствовали развитию современных. И, конечно, разговоры, безусловно, были. Я совершенно не исключаю, что Тухачевский мог и плохо отзываться от Сталина. Но вы поймите, какая дистанция от того, что плохо отзываться от Сталина от заговора с целью прийти к власти. Понимаете, вот ведь и Георгий Константинович Жукова Хрущёв сместил. Почему? Бонапартистские наклонности. Танки ходят по моему приказу, якобы сказал Жуков. И это было как последнее, что его надо отстранить. Нет, милый мой, танки ходят не по твоему приказу. Танки ходят по приказу партии. Ну да. То есть, Боянов-Загорова не было. Потому что даже говорили, что Тухачевский был, что якобы на связи с Гитлером, что там только не было. Это полная ерунда. Что там только не было. Это полная ерунда, которая до сих пор бытует, но никаких доказательств. Вы понимаете, если бы был этот заговор, пожалуйста, вот процесс, смотрите, сейчас эти материалы открыты. Никаких доказательств. Почему на процессе бы показали доказательства? Господи, если бы на процессе даже не показали, то были бы. Никаких доказательств этого нет. Ну, слушайте, так мы воспринимаем сегодня историю. Так мы воспринимаем историю. Вы знаете, я хочу вам признаться в одной вещи. Вам, как историку, может быть, это не очень приятно слышать. Я стал бояться истории. Знаете, в каком смысле? Что у меня такое ощущение, что за неимением современных идей и идей на будущее, вот это увлечение последнее время историей приводит к тому, что все больше и больше вытягиваем из прошлого то, что уже надо оставить там и не трогать. Во-первых, нет того, что надо оставить. Я здесь с вами абсолютно не согласен. История – это наша. И героическая, и грязная – это все наша история. Поэтому оставить в прошлом ничего нельзя. Надо понять, объяснить. Понять, объяснить – это все, я согласен. Но не надо оттуда брать примеры для сегодняшнего дня, тем более для завтра. Ну, история, во-первых, не астрология. Когда меня вот журналисты спрашивают, а как вы оцениваете перспективу, я говорю, я не астролог. И задача истории – не дать перспективу, а объяснить, почему произошло так, а не иначе. Вот задача истории. Но я вам сказал, что я оптимист. У меня была серия передач на радио «Звезда» с то событий, которые изменили Россию. И, надо сказать, что я удивился, сколько людей слушает радио «Звезда». Я получил огромную аудиторию, я получил массу. Вы набрали 100 событий? 100 событий, я мог набрать и 200. Ну да. Это все зависит от выбора, да. Я же не утверждаю, что это мой взгляд на историю России. И мне было очень приятно, что один очень уважаемый мною иерарх Русской Православной Церкви сказал мне, знаете, Сергей Владимирович, послушав эти передачи, вы знаете, я до того, как послушал ваши передачи, я считал, что история – ну, это так, знаете. Ну, не стал говорить, что это продажная девка, но вот как скажу, так и будете говорить. Ну, послушав вашу передачу, я понял, что история – это наука. И вот я оптимист. Надо делать свое дело. Надо не смотреть на тех, кто тебя ахаивает, кто тебя, значит, сказал хорошо про Берию, будут говорить, что ты Берия. Ну, все, да. Ну, он реабилитирует Берию. Да никого мы. Надо отказаться от этого. Реабилитируют, обвиняют. Это наша история. Мы должны с этой историей разобраться. А разобраться можно только с открытыми глазами. Широко. Широко, да, глубоко понимая и оценивая, оценивая не только то, что кажется нам очевидным, но и пытаясь понять глубинные процессы. Поймем? Ну, уверен, безусловно. Слушайте, а просто для интереса, вот из этих 100 событий, о которых вы говорили, какое первое? Ну, хронологические. Вот видите, когда... Владимир? Это принятие христианства и Владимир, безусловно. Но смысл этих передач был в том, что там нет хронологии. Я написал небольшое. Сейчас выйдет моя книга, где я переложил. Это вообще был невероятный труд, переложить устные речи. Это я знаю, это очень тяжело. Знаете, я проклял тот день, когда я согласился на это. Это было очень тяжело. Надо переписывать все. Это пришлось практически переписывать, хотя мне принесли расшифровку, и я убил массу времени. Но идея этой серии была в том, что там нет хронологии. Я написал небольшое предисловие. Там как мозаика. И я убежден, что это доказательство единства истории. Вот если Сталин и Владимир Святой, и Александр Невский, они соседи, это показывает, что это наша история, и нельзя его так вот разорвать. Какими-то путями Иван Грозный связан со Сталином. Связан, между прочим, не так, что какие-то умозрительные. Когда вышла вторая серия выдающегося фильма Сергея Эйзенштейна, Иван Грозный, Сталин объяснил, как надо понимать. Как надо понимать. Как-то он про Габрито там смешно сказал. Много там всего говорил. Нет, но в данном случае он сказал, что Иван Грозный победил феодальную раздробленность, уничтожил семь Барьянских родов, которые мешали единству Руси. Так что эта история, она отзывается, она отзывается и в сегодняшнем дне, о чем мы с вами говорим. И вот это вот построение вне хронологии, и я написал, что это не учебник истории. А есть оглавление, если хотите посмотреть, с оглавлением. Слушайте, я очень рад, что сегодня... Нет, конечно, Мироненко не был никогда там в подземелье, он всегда у нас на глазах, и мы можем с ним побеседовать. Я очень рад, что мы это сделали. Сергей Владимирович, надеюсь, до новых встреч. Спасибо. И успехов вам в чем? В том... Ну, в рассекречивании сказать, что это уже практически не нужно, чтобы все закончилось. Нет, это нужно, почему? Нужно, конечно. Ну что вы, это нескончаемый процесс. Продолжение рассекречивания документов, и главное, что вы их осмыслите, конечно. Да, спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok